Привет, Магомед Расул. Как у тебя дела? У меня все хорошо. Как у вас? У меня все хорошо. Я рада видеть всех вас на ковре. Твою борьбу, наконец-то. Много тебя видела в интернете. Вот, наконец-то, познакомились. Как прошла схватка? Ну, одна схватка была очень тяжелая. 8-2 проигрывал. Нужно было отыграться. Ну, выиграл 10-8. Много ошибок в своей схватке. Но постараюсь больше не делать. Какое впечатление у тебя от турнира? Впечатление в том, что в прошлом году было 4 ковра. В этом году 8 ковров. И участников более 1100 участников. Ну, еще здесь стало очень впечатлением. Здесь борются другие страны. Финляндия. Говорят, что один американец боролся. Грузия. Это... От них мы можем оптина бирать. И когда мы станем, скажем, мы по молодежкам, мужчинам, мы уже будем знать, как они борются. Вот. Например, американская борьба. В прошлой неделе я боролся с американским борцом. Стойка на стойку. С бородой Дагестана и... В Москве, да? Нет, США. Это в Дагестанах. И у американцев такая... Он двигается постоянно. Но им легко боковой проход делать. Очень легко. Ну, ты нашел к ним подход, выиграл всех? Да. Они... Их еще никак не взяли. Ну, мельцы нельзя им делать. Очень удобно. Я смотрю, ты очень хорошо знаешь уже соперников. И очень хорошо ориентируешься в борьбе. Как уже взрослый, прям титулованный спортсмен. Конечно, я уже сколько практикую, уже надо у меня знать. Но, чем больше буду бороться на сторонах, тем больше опыта у меня будет. Это юноческая борьба, нигде не считается. Это просто практика. Уже молодежка, мужчины. Вот тогда нужно взрываться. Например, молодой, молодой дагестанский борец Курбан Шреев. Он в среде ничего, он вообще, знаешь, в среде ничего не делал. Вот в прошлом году взорвался. В этом году я Ригиевский, Европу выиграл. И даже Джамбу АТД сказал, что Курбан Шреев может войти в Олимпийскую циклу. А за кого ты болеешь и будешь болеть на Олимпийских играх? За своих кто? Сейчас конкуренция вообще, особенно в России. Вечная конкуренция. Согласна. Если я не ошибаюсь, тебя приглашали на сборы. Ты там был? Судулаев. Он не вызывал, на Канаде залезал. Он говорит, чем говорить 10 раз, лучше делать 5 раз. И он не верил, что я на Канаде залезал. И я залез. 10 раз залез. Все удивились? Да. У меня мозоли были, а так... Калазал, бейся. Ты присутствовал на тренировке сборной России? Да, сборной Дагестана. Сборной Дагестана. Еще американцы вызывали в Америку, в Нью-Йорк. Два недели сбора и там все. А, ну вот вы сейчас готовить будете визу, уезжаете в Америку, да? Да, я вчера зашел, ну, Давид Мусульбес в приеме показывал. И он меня пустил в мастер-класс показать. И это за мастер-класс он мне форму дарит. И до сперва именно на стороне вызывает. Ты приедешь к нам? Приеду, конечно, очень рад. На данном турнире сейчас с поставленными задачами справляешься? Да, справляюсь. Ну, то сходка вообще обидала меня. Много ошибок сделал. Одно и то, и два раза, три раза дал. Не довел до конца приема. Много ошибок. Кто за тебя болеет здесь? За меня все болеют. Ну, есть против, ну, эти болельщики, они удивляются, когда меня видят. Они говорят, это Маган Расу, что ли, фоткаться, нафоткаться. Ты стесняешься или вот есть ли у тебя какое-то стеснение или неудобство? Да, у меня неудобство бывает. Они иногда, ну, у них же не бывает такого. Они же, они любые же вопросы будут давать. У них же мечта была меня увидеть. Они этот момент используют же должны. И они какие-то неудобные вопросы задают. И самому тоже неудобно ответят. А что тебе труднее? Тренироваться или выступать на соревнованиях? Мне труднее на тренировках. Если на тренировках не тяжело, то на соревнованиях тяжело будет. Надо потерь. Из-за всех все надо тренировки, пахать. А сколько у тебя в неделю тренировок? И в день сколько тренировок? День одной зарядки, одна тренировка. То есть понедельник, воскресенье? По субботу. Суббота игровой день. И игра, например, баскетбол. Чувство становится. Баскетбол, да, у вас? Да, да, баскетбол. Попадаешь в кольцо часто? Я короткий, мне неудобно было. Но я очень шустрый. То есть отнимаешь мячик и даешь длинным, и они уже забрасывают. Да. А что тебе больше нравится? Бороться на тренировке, либо там на канате, ну, либо силовые упражнения? Или бегать кросс любишь? Мне нравится, например, мне нравится такая тренировка. Сперва отрабатываем проходы на руках, отрабатываем качкоприемы. Потом борьба с партером. Партера тоже нужна. И дают, например, 4 человека, 8 человек. И борются. И на сторонах соперник будет короткий, неудобный, гибкий, длинный. И за это надо с любимым бороться на тренировках. И вот такую тренировку люблю. Сначала борьба на руках бывает, обои не захватывают, отключение руки, полная борьба. Я люблю кросс. Особенно на концовке люблю добавить. Концовка все оправдываю. Из-за спины, да, как говорится, вылезать? Да. Как в школе учишься? Часто бываешь в школе? Да, и это, соревнования. Соревнования бывают пропуски, а так нет. Какие у тебя оценки в дневнике? У меня все пятерки. Я не люблю, когда четверку стоят. Я стремлюсь всегда сильным и лучшим быть. Как вот ты таким вырос? Кто в тебя такой сделал огромный плац, что вот ты такой действительно необыкновенный? Ну, как это говорил, Евгений Жербаев. Евгений Жербаев очень классный борец. Он сказал, что без тренера талант не раскроется. Вот тренер. А кто твой тренер? Мой папа. Как тебе с папой тренироваться? Он тебя ругает часто? Ну, он говорит, где промахнулся. Я говорю, здесь промахнулся. И еще, я не люблю, кто больше меня делает. Он мой друг есть. Его с Рухаев и Сазовут. Он очень хорошо прыгает на скакалке. Он 500 раз прыгнул. Я уже вообще не умел. Он 500 раз прыгнул. И я думал, когда же я его рекорд пробил. Один день 612 раз дал. И он начал нервничать. И через два дня 1500 раз дал. Вот это конкуренция у вас. Да. И он сказал, лучше не стремиться с тобой. Ты очень сильный, чем я. Но, видишь, как, наверное, это в крови у тебя, да? Идти до конца? Да. Я люблю этот спорт. Это вообще... Если ты в жизни не добьешься таких целей, как Сагулаев, Эбросидако, то последние два года в мире выиграл. Ну, в самом деле здоровым человеком будешь. Много друзей у тебя будет. Есть что-то вот особенное или цель какая-то? К чему ты стремишься? Я стремлюсь, чтобы быть нормальным человеком и выиграть Олимпийские игры. И не одни, да? Да, постараюсь, хоть в большом сайте. Ну, мы рады с тобой познакомиться. Училище Олимпийского резерва номер один воспитывает много спортсменов и будет рада видеть тебя у нас в гостях, а еще и на сборах. Так что приезжай поскорее. Мы тебе желаем удачи. Впереди финальная схватка. Так что все-все болеем за тебя. Оставайся таким же умницей. Спасибо.